Привет, друзья! С вами Кирилл, и мы снова занимаемся полезным занятием – учим английский. Одна из главнейших задач любого человека, изучающего иностранный язык – научиться выражать свои мысли и свое мнение. Выучить фразу I think – это уже маленький шаг вперед. Она поможет объясниться в любой ситуации. Например, я думаю, пойдет дождь. I think it is going to rain. Я думаю, тебе не стоит этого делать. I think you shouldn't do it. Но всегда хочется разнообразить свою речь и внести в свой словарный запас новые слова и выражения. Поэтому сегодня мы поговорим о других способах выразить свое мнение и обсудим, какими оттенками значений они обладают. Итак, I think прежде всего можно заменить фразой I believe, которая значит «я полагаю». Я полагаю, что мы уже встречались. I believe we have already met. Существует множество других синонимов. I suppose, I guess, I assume. Фраза I suppose выражает предположение с оттенком легкой неуверенности. Я предполагаю. Я предполагаю, что ты не голоден. I suppose you're not hungry. Фраза I guess тоже имеет оттенок небольшого сомнения. Я догадываюсь. Я думаю, что. Я думаю, что он прав. I guess he's right. Более сложный вариант сказать «я полагаю» фраза I assume. Это значит делать предположение, не располагая фактами. Допустим, вы не в первый раз встречаете незнакомого вам человека возле своего дома. А в соседний дом недавно въехали новые жильцы. В такой ситуации вы полагаете, что это ваш новый сосед. Я полагаю, что он мой новый сосед. I assume that he is my new neighbor. Следующий вариант выразить мнение очень часто встречается в разговорной речи. Я имею в виду I mean. Я имею в виду, он твой босс, тебе не следует с ним спорить. I mean, he's your boss, you shouldn't argue with him. Еще один способ – это фраза It seems to me. Мне кажется. У меня такое впечатление, что. Мне кажется, что этот фильм слишком длинный. It seems to me that this movie is too long. Отличный вариант, который подойдет для того, чтобы высказаться в любой ситуации. По моему мнению, я считаю, что. In my opinion. Вы наверняка встречали в сети аббревиатуру IMMHO. Она расшифровывается как In my humble opinion. По моему скромному мнению. Поэтому запомните, что здесь употребляется предлог IN IMMHO. По моему мнению, это лучший ресторан в городе. In my opinion, this is the best restaurant in town. Синоним In my opinion – фраза To my mind. Я считаю, что Друзья – один из лучших сериалов всех времен и народов. To my mind, friends is one of the best TV shows ever. Следующие варианты можно употребить, когда вы почти уверены в том, что говорите, но присутствует доля сомнения. As far as I know – насколько мне известно. As far as I can tell – насколько я могу судить. As far as I can remember – насколько я помню. Насколько я знаю, он упаковал все свои вещи и съехал. As far as I know, he packed all his belongings and moved out. Фраза If you ask me буквально значит, если вы спросите меня, если мое мнение интересно. Она употребляется, когда вы выражаете свою позицию, испытывая легкое раздражение. Если хотите знать мое мнение, он должен был поговорить с женой, прежде чем покупать дорогую машину. If you ask me, he should have talked to his wife before buying an expensive car. Также можно сказать The way I see it – as I see it. Как я вижу ситуацию, как мне кажется. Мне кажется, ты не имел права унижать его на публике. The way I see it, you didn't have the right to humiliate him in public. Фраза As far as I'm concerned – употребляется, когда есть вероятность, что ваше мнение расходится с мнением остальных. Он получил то, что заслуживал, как я считаю. He got what he deserved, as far as I'm concerned. Также в арсенале вам пригодится фраза As for me – что касается меня, как по мне. Что касается меня, я бы лучше сегодня вечером остался дома. As for me, I'd rather stay in tonight. Если вы хотите подчеркнуть, что уверены в чем-то и убедить кого-то в этом, можно использовать фразу I'm sure – я уверен. Я уверен, что все будет хорошо. I'm sure everything will be alright. Последний пункт в сегодняшнем списке – фраза If I'm not mistaken – Если я не ошибаюсь, как и в русском языке, выражает некое сомнение в собственных словах. Если я не ошибаюсь, его день рождения был в прошлом месяце. If I'm not mistaken, his birthday was last month. Хочется отметить, что перечисленные выше фразы могут быть дополнены словами, повышающими эмоциональный градус и показывающими более высокую степень убежденности. Например, Какие еще способы выразить свои мысли можно включить в этот список? Напишите в комментариях, какие фразы вам хорошо известны, а какие, возможно, стали для вас сегодня новыми. Надеюсь, этот урок вам понравился. Не пропускайте полезные материалы в моем инстаграм и в группе вконтакте. Все ссылочки внизу в описании под этим видео. Спасибо за внимание. Увидимся совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok